И есть ощущение, что сейчас вот не до жиру быть бы живым. Наоборот, мобилизовались и начали учиться, учить команду, искать новые пути. Глядя на этих людей, тоже возникает вопрос, а зачем учиться? Надо работать и делать деньги. Как говорит один мой очень богатый друг-предприниматель, говорит, есть как должно быть, а есть как работает на самом деле. Вот супер топ-топы наши, они учатся? Такие люди, они могут заплатить любую огромную сумму за консультацию, но они выжмут специалиста вообще максимально и пойдут сразу делать. Самые высокооплачиваемые, самые популярные спикеры, что их объединяет? Практика. Учиться, учиться и еще раз учиться. Этот завет Ленина актуален везде, в том числе и в предпринимательстве. А вот что сейчас происходит в сфере бизнес-образования и какие запросы есть у студентов, у которых уже есть и дело, и слава, и деньги, поговорим сегодня. В нашей студии человек, который стоял у истоков бизнес-образования в Тюмени, который формировал этот рынок и эту культуру. В гостях у программы интервью Юлия Васильева. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Не секрет, Юля, что последние три года для нашего бизнеса в нашей стране это очень трудные времена, они продолжаются сейчас, к сожалению. И есть ощущение, что сейчас вот не до жиру быть бы живым, не учиться сейчас надо, а там выкарабкиваться, выплывать. Это вот соответствует действительности такое ощущение или нет? Как вы думаете? Знаете, когда случился коллапс в 2020 году, предприниматели разделились на две категории. Первые предприниматели это те, которые замерли, сами в панике, в страхе, ну как бы потому что неопределенность нас всех накрыла. И другая категория, наоборот, мобилизовались и начали учиться, учить команду, искать новые пути, потому что условно жизнь разделилась на до и после. Да, безусловно. Какие-то вещи работали до 2020 года, потом они перестали работать, и учебников не написано. Приходилось экспериментировать, и я бы не сказала, что перестали учиться, те, кто учились, они продолжали и продолжают учиться. А вот, Юля, с другой стороны, если мы посмотрим с вами на список топов Forbes, там, наверное, у считанных просто единиц будет там высшее экономическое образование. Наверняка там они не все в этих экономических теориях разбираются, они просто делают деньги. И вот глядя на этих людей, тоже с ним возникает вопрос, а зачем учиться, надо работать и делать деньги? Знаете, это нет прямой корреляции, есть образование, ты будешь богатым, да, или есть образование, ты найдешь идею. Это вообще никак не связано. Они, может быть, не заканчивали вуз, но интуитивно придумали эту нишу, ту сферу, в которую они идут, и потом они набирают профессионалов, которые помогают им масштабироваться, которые помогают им отстраивать CRM-систему, какие-то узкие вопросы. Не важно, не нужно быть профессионалом в бухгалтерии, да, чтобы зарабатывать много денег, но у тебя должны быть профессионалы, которые ведут эту сферу. А экономические теории можно историкам экономики оставить? Вот, как говорит один мой очень богатый друг-предприниматель, говорит, есть как должно быть, а есть как работает на самом деле. И это две разные реалии. Вы можете брать любую теорию, любую формулу, какую-то идеальную из учебника экономического. А можете опытным путем понять, что работает именно у вас, скорректировать и использовать. Юль, вы, я так полагаю, знакомы лично со всеми ведущими, так скажем, предпринимателями, самыми богатыми людьми Тюменской области. Вот супер-топ-топы наши, они учатся? Супер-топ-топы, они вообще не перестают учиться. А, это признак топа, да? Да, это их личный выбор, потому что они понимают, что жизнь меняется. Вот то, что ты находишься сейчас на первой строчке, не гарантируешь, что ты завтра там окажешься. Потому что есть быстрые, смелые, дерзкие, молодые, без рамок. И нужно понимать и двигаться вперед, 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 потому что у тебя там на подходе много смелых других ребят. Да, да, да. Мы можем об этом не знать, потому что вот, наверное, мой возраст, плюс постарше ребята, у нас вообще не принято говорить о том, где ты учишься. Потому что ты это же делаешь для себя, а не для красивой картинки. Ты сходил, поучился или взял консультацию какого-то эксперта, да, чтобы сократить путь, не 10 лет исследовать вопрос, а прям за день взять тезисы. И по своей проблематике. И по своей проблематике. И такие люди, они могут заплатить любую огромную сумму за консультацию, но они выжмут специалиста вообще максимально и пойдут сразу делать. Им не нужен наставник рядом с ПАК или кто-то еще, они взяли и пошли внедрять. Юль, а вот если на 15 лет назад перенестись, тогда вы первое это мероприятие организовали. С одной стороны, наверное, было хорошо, потому что конкуренции не было, ты же тогда не была мейнстримом. А с другой стороны, страшно там, зайдет, не зайдет. И вот вы лично в какой момент поняли, что да, зашло, вы выбрали правильную нишу, в том числе для вас же это еще и бизнес, правильный, любимый, но все-таки бизнес? Знаете, бизнес-образование, продажи, маркетинг, они в Тюмени присутствовали. Но мы одни из первых начали говорить о том, что все начинается с личности первого лица. И в основном многие наши проекты были направлены именно на это. Сначала, кто ты, понимаешь ты свою психику, понимаешь, как механизмы работают, чтобы взаимодействовать точно с командой, чтобы выбирать точно партнеров, чтобы понимать, где ты ошибся. И тогда не было никого. Мы продавали очень дорого и продавали. Ну, и ты в 15 лет продаем. Потому что с первого лица начинается, в принципе, бизнес и результат. Ну, тем не менее, наверное, запросы предпринимателей, студентов, будем так их называть, 15 лет назад и сейчас, они же немножко разные. Вот вы помните, что от вас, как от организатора, хотели тогда и что сейчас требуют? Конечно, изменилась парадигма, в которой мы все живем и в которой мы работаем. Раньше была более агрессивная стратегия продаж, более агрессивная стратегия захвата рынка. А сейчас мы все говорим о том, что важно, чтобы любовь присутствовала во взаимодействии с сотрудниками, с клиентами, что должна быть какая-то гуманистическая идея. Компания, несущая любовь. Это реально не просто слова, красивая картинка, а многие первые лица компаний, у них внутри есть идея трансформировать сферу, дать возможность реализоваться своим сотрудникам максимально. Да, там, наблюдают за их эмоционально, не наблюдают, а исследуют их таланты, чтобы на рабочем месте он максимально мог свои сильные стороны раскрывать, да, чтобы кроме всего прочего, кроме денег, он получал удовольствие и был счастливым. Давать возможность для самореализации. И это удивительно. И те люди, которые, те предприниматели, которые до сих пор мыслят, до сотрудников нужно максимально отжать. Ну, как бы это вот, это компания, которая уже все на издыхании, потому что это уже не работает давно. Потому что особенно после 20-го года не работодатель уже выбирает себе сотрудника, а сотрудник выбирает, потому что у него теперь вообще граница стерта, в принципе. Он может жить в Тюмени, работать в любой компании страны или даже в других странах. Вот, Юль, знаете, у меня сейчас есть легкое ощущение, что в сфере бизнес-образования господствует успешный успех. Что инфо-цыганство, собственно говоря, и эту сферу тоже поглотило. Вот оно проходит, это уже проходящее явление или непроходящее пока? Это непроходящее. На мой взгляд, люди, конечно, об этом говорят, да, этот успешный успех, уже всем надоел. Но люди это покупают, все ищут волшебную таблетку, сядь в медитацию и в легкости. Юля, ну ведь предприниматели, это люди, которые не верят в успешные таблетки, не должны, по крайней мере, верить, нет? У предпринимателей сейчас пул, я не говорю про инфо-цыган, не говорю, у них есть сейчас запрос на как раз расширение мышления, это то, что мы, например, еще 20 лет назад изучали, на развитие метанавыков, какие там понятные вещи. И понятно, что они не у блогера какого-то это покупают, а идут в университет и получают понятную программу и дополнительное образование для себя. Но многие люди в поисках чего-то легкого, они слушают эти вещи и пытаются внедрить количество запросов на разные эзотерические курсы, оно увеличилось в 19 раз. То есть в период неопределенности люди ищут какую-то опору на что бы опереться, пусть это будет астролог, пусть это будет таролог. А предприниматели в этом смысле тоже люди, да? Предприниматели, вот сейчас без шуток абсолютно, многие предприниматели давно интегрировали в свою жизнь, в работу своего HR, работу нумерологов, астрологов. Но здесь есть опасность, не нужно перекладывать ответственность на других людей. То есть это может быть советчиком каким-то, но не ключевым обстоятельством при принятии. И ответственность с тебя никто не снимал. Даже если тебе астролог скажет, у тебя плохой день. Да, или ретроградный Меркурий сегодня сделки не заключает. Это мы не из той инфантильной истории, что так, у меня астролог запретил, ребята, поэтому я вот принял такое решение. Я взвешиваю все и принимаю решение, ответственность все равно на тебе. И если ты знаешь, что сегодня день не очень, и ты идешь на важные переговоры, и ничего не получается, ну ты был предупрежден, ты мог переговоры перенести на другой день. И это вот, это не про маленькие бизнесы даже, это про серьезные компании. Луна влияет на всю планету. Ну конечно, если она уж на море влияет, да, конечно. Ты, значит, какой-то вообще суперчеловек, ну я не знаю таких людей, на кого бы она не влияла. Просто по-разному к этому можно относиться. Использовать как инструмент, да, без фанатизма, да. Какой тип спикеров сегодня наиболее востребован? Вот самые высокооплачиваемые, самые популярные спикеры, что их объединяет? Практика. Практика, когда спикер рассказывает о том, что он сам лично прожил, прошел ногами. Почему я люблю некоторых спикеров, с которыми я работаю, потому что они прошли весь путь, и они реально знают то, о чем говорят. И есть понятный эффект, когда ты слушаешь человека, который рассказывает просто написанный сценарий, да, как блогер, который его использует для запуска, информацию. Или ты слушаешь от человека, который сам реально этот опыт прожил, на уровне зеркальных нейронов, ты ее или воспринимаешь, или не воспринимаешь. Это может быть одна информация. Здесь ты послушал, она просто как бы и ничего не запомнил, а другого ты послушал человека, который этот опыт прожил, и она в тебя впечатывается. И ты, может быть, не запомнил, но на какой-то момент, когда она тебе нужна, она такая хопа, всплывает, точно, я же это слышала. И вот, я так полагаю, Максим Батарев как раз из тех спикеров, который весь бизнес-путь прошел, и нейроны которого прекрасно зеркалятся с нейронами публики. Да, ну вот 10 октября состоится его мероприятие, и на своем сайте он пометил это мероприятие прямо как премьера. Там, никогда никто такого не видел в Тюмени впервые. Конечно, хочется понять, а что такое там. Можно поподробнее? У Максима есть несколько тем, несколько мастер-классов, которые он периодически читает в разных городах России. Это новый мастер-класс, который стартовал в этом году. Он был в Москве и в Питере, и это премьера в УРФО. То есть нигде в близлежащих городах не было этого мастер-класса. Он ценен тем, что Максим собирал эту информацию 6 лет. 6 лет задавал вопросы первым лицам, собственникам. Сам он прошел серьезную трансформацию, если за ним люди наблюдают. И то, о чем он говорит сейчас, для некоторых говорит, «Это же Максим, это тот, который достигатор, который результат любой ценой». Сейчас говорит про разные сферы жизни, о том, что важен баланс, о том, что важно задавать себе вопрос «Я это делаю для чего?». А тот, который начал говорить про счастье, это точно тот самый Максим, да? Да, да, да. То есть когда ты приходишь на определенный уровень, вот эти все вопросы рождаются в твоей голове. А до этого он собирал, как раз за ним уже стоит большое, огромное сообщество предпринимателей собирал, «Ребята, вы серьезно про счастье, да? Вы серьезно про вот это все?» И это не просто лекция, как обычно это происходит. Это такая групповая работа. 100 серьезных персон собираются в одном зале, и вместе с Максимом начинают эти вопросы разбирать. и писать личную стратегию на несколько ближайших лет, в том числе на первом месте, где фигурирует счастье. Интересно. Казалось, что бизнес – это про деньги, а оказывается, бизнес в определенный период – это уже и про счастье. Юль, как вам кажется, как дальше в России будет развиваться бизнес-образование, и какие тенденции вы уже сейчас чувствуете и понимаете, что да, вот это вот выстрелит в будущем? Я думаю, также будут востребованы практичные программы, в которые ты можешь применять свой бизнес. Будет расти спрос на работу с мышлением, с психикой, вот со всем этим. Важно выбирать себе понятного наставника или понятного эксперта в этом. И я недавно приехала с форума. Технологии активно внедряются в нашу жизнь, да, мы планируем форум про искусственный интеллект в ноябре. Дополненная реальность, различные нейросети, они будут внедряться в нашу жизнь, помогать нам с обучением, помогать нам делегировать какие-то функции. Это нельзя игнорировать, потому что сейчас нужно разбираться. Я приехала вот с такими глазами, ну какая-то фантастика просто происходит, как это уже в нашей жизни есть. И хочется это в том числе, ну быть в тренде, быть в теме. А есть ли, Юля, такие спикеры, такие люди, которые сами уже все это познали в деталях и смогут достойно все это рассказать, чтобы это было не только интересно, вау, но и все-таки полезно? Вы уже знаете таких людей? Таких людей немного. Они же все сами находятся в эксперименте. Они говорят, вот мы используем, вот мы обучаем нейросеть, чтобы она делала вот это, и пока нам нужно еще там сколько-то времени на обучение. Но по прогнозам человека, который GPT-чат изобрел, он сказал, что база знаний GPT-чата за 18 месяцев будет делать X2. То есть если там сейчас триллионы информации, то за полтора года X2 будет. Он каждый раз будет прирастать, прирастать, прирастать. Настолько быстро она обучается. Но всех же переживают, да, типа, как же мы будем жить? Будем жить интересно. И есть как раз метанавыки. Нейросеть, искусственный интеллект никогда не заменит эти вещи, которые только человеку присущи. Но это не значит, что не нужно развиваться. Это значит, наоборот, нужно развиваться. Ну и счастье, наверное, нам искусственный интеллект не даст. Все-таки счастье, в том числе и в живом общении. Спасибо ей большое. Пусть все получится. Спасибо. Спасибо. Друзья, это была программа «Интервью». Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok